Уважаемый Вадим Юрьевич, я обращаюсь к вам с видеообращением решить мою проблему. Я Пошнаграева Олеся Николаевна, являлась сотрудником органов внутренних дел с 2004 года по 2021 год. В ноябре 2021 года я ушла на пенсию. Последнее место моей службы была следственная часть по РПД ГСУ ГМВД России по Воронежской области в должности следователя по особо важным делам в звании подполковника юстиции. В 2009 году на основании распоряжения администрации города Воронежа мне была выделена служебная квартира. На основании этого распоряжения со мной был составлен найм на данную квартиру. В настоящее время в данной квартире проживают и зарегистрированные я и моя малолетняя дочь 2014 года рождения. Когда я ушла на пенсию, администрация города Воронежа обратилась в Советский суд с иском на мое выселение, также моей дочери, и снятие с регистрационного учета нас обеих. В данный момент ни я, ни дочь своего собственного жилья мы не имеем. По нашему выселению, после нашего выселения нам идти некуда. Я практически всю жизнь отработала в органах внутренних дел, имея множество поощрений. В том числе имеется почетная грамота от министра внутренних дел в 2010 году. Если нас выселят, мне остается дочку сдать в детский дом, а самой прийти к вам в администрацию и жить в палатке. Я знаю, что в настоящее время строится приют для собак. Там получается не приют, а дворец. И пойдем с дочкой жить в этот дворец для собак. Я вас очень прошу принять нас на прием. Так как 15 декабря я с письменным заявлением обращалась, чтобы вы меня приняли на прием. Данное заявление я относила в администрацию, на регистрацию. Но ответ мне поступил опять жилфонда, в который раз я неоднократно обращалась решить проблему. И все пошло в отказ. О приеме конкретного ответа мне никто не дал. Примите вы меня или нет. Прошу обратить внимание на мою проблему. Вадим Юрьевич, также хочу обратить ваше внимание на то, что в 2009 году совместно со мной служебную квартиру получали ряд других сотрудников, которые на данный момент приватизировали служебные квартиры. Мне разрешение на приватизацию не дает. Тоже хотелось бы, чтобы вы учли этот факт. Продолжение следует...